Парсеры Так, кто имеет представление о том, что такое PEG? Context-free grammars Ладно Значит, вообще парбоилт это такая штука со странным названием Вообще это переводится как проваренный И обычно, если вы загуглите парбоилт, вы там увидите рис Вот, это такая штука для того, чтобы парсить на скале Парсить просто на скале И, собственно, фичи А, перед фичей, да, фич мы, да, о том, что будет в этом докладе Я расскажу вообще, почему вам следует использовать парбоилт, если вы его не используете Вот, и когда вам следует использовать antler Я его не выговариваю Вот Расскажу, как пользу библиотекой Расскажу про оптимизацию производительности И про то, как лучше на нем писать и про миграцию Ну, про миграцию, наверное, опустим Также, если будет пожелание, можно сделать live session И на живой сессии я могу вам показать, как оно работает Если не хотите, я могу вам показать готовый код То есть это интерактив Значит, далее Далее Фичи Ну, парбоилт, он основан на Использует концепцию PEH Это такие грамматики, которые В общем, парсер не требует лексера То есть обычно существует две стадии Мы сначала запускаем в токенизатор Потом мы поток токенов отправляем в лексер И вот у нас формируется некое подобие дерева Либо дерево Вот Это как бы фича отсутствия лексера Но Судит большие проблемы Я потом расскажу, почему Ну, как большие проблемы Небольшие проблемы Если вы хотите Python парсить, это будут большие проблемы Вы хотите парсить Python? Значит Гибкий Типобезопасный Встроенный DSL То есть Как бы вы пишете даже И вы пишете на скале Но как бы не совсем на скале Получается круто, красиво Легко освоить Оптимизация во время выполнения Это характерно для второго пара Бойлда Он построен на основе макро выражений Скаловских Очень долго компилируется Но работает реально быстро И Достойный отчет об ошибках Вот И поддержка Scala.js Ну, Scala.js поддерживается Для этого существует демо проект Если хотите, можете погуглить Про Пар Бойлд Есть серия статей на Хаббре Еще не законченная Вот там вот есть ссылочка на проект Созданный Александром Ильцем Вадимом разработчиков Можете посмотреть, как оно работает на Scala.js Почему мы не Не будем использовать регулярные выражения Да Для каких ситуаций мы их не будем использовать Ну вот, например, небезозвестные цитаты Что распарсить Как бы обычный HTML То же самое, что просить Парис Хилтон написать Порационную систему Причем в последнем Я как бы немножко сомневаюсь Да Почему это нельзя сделать? Это нельзя сделать чисто теоретически Потому что Ну, потому что нельзя сделать чисто теоретически Если захотите, я вам расскажу потом Да Немножко выходит за рамки доклада Еще одна большая проблема регулярных выражений Это регулярные выражения Вот У человека было 99 проблем Теперь он воспользуется регулярками И теперь у него 100 проблем Потому что они просто нечитаемые Ну У нас были очень нечитаемые регулярки Теперь про перформанс Может показаться, да Что регулярки встроенные в язык Они будут работать быстро Но Проводилось исследование Вот тут ссылочка Можете по ней сходить Собственно Парбоилт Работает быстрее Вот То есть чем меньше, тем лучше То есть это как бы На вармапе И собственно на парсинге То есть он прогревался Да Это работал Вообще в большинстве случаев Как бы Машинка прогрятая Вот Вот Сравнение производительности Парбоилта Было проведено Александром Мыльцевым С древнеэльфийскими Парсерами ручной работы Вот Джексон Видите Отрабатывает быстрее всех Оргонавт Оргонавт Да он написан на скале Поэтому он там помедленнее Чем Джексон Ну если говорить о коде Что у Джексона Что у Оргонавта У обоих очень страшный код Вот у Оргонавта Потому что он там Purely functional У Джексона Потому что там Выполняются ряд таких оптимизаций Ну которые Благодаря которым Код читать очень сложно Но он работает очень быстро Парбоилт 2 приближается Ну как бы Парбоилт Это Более общий инструмент Поэтому Как бы Да от него не требуется Да Потому что он приближался к Джексону Который писан на джаве Вот Парбоилт 1 Медленный Ну как бы Очень медленный Ну Парбоилт меркнет Если сравнивать его Со скаловскими Парсер комбинаторами Цифры те же Просто масштаб немножко другой Вот парсер комбинатор И скаловский Они работают просто очень медленно Неприлично медленно Поэтому я не знаю Какой смысл Их использовать сейчас Да Особенно для тех задач Для каких Парбоилт годится Альтернативы Есть Граппа Это форк первого Парбоилта То есть изначально Он был написан на джаве Матиасом Денитсом Потом Был сделан бэкенд На Фронтенд был сделан На скале Потом он был полностью переписан На скале Вот эта замечательная штука Поддерживается Пользователем с ником FGE Можете посмотреть Попробовать Этот проект жив Antler Regexp Парсер комбинатор Я думаю Вот эти Ребята Отпадают Я объяснил почему они Отпадают Медленные Regexp страшные Language workbench Кто-нибудь слышал про такое? Короче Это такие инструменты Типа X-текст MPS То есть Нечто похожее на IDE Вообще построенное на основе IDE Они позволяют вам разрабатывать Свой Предмет Предмет Demain Specific Language И Они предоставляют Так же пользователю Редактор То есть Такая целая инфраструктура Ну думаю понятно Да? Почему они там Могут не подойти Вот И Antler Он классный Он написан Понимаете Парболт писался обычным программистом А Antler Писался профессором Одного из университетов Сан-Франциско То есть Порог вхождения В него намного выше Вам придется очень много Знать о грамматиках А Если быть о парболде Многого не требуется Сейчас вы увидите Так он импортируется Вот так создается парсер То есть Это некий такой скелетон для парсера Вот мы объявили парсер Мы объявили входные Воток входных данных Вот extended парсер Который находится вот тут Вот наша грамматика идет Вот эта штука Обязательная Потому что Без нее не будет работать Там все Макровыражениями Прибито Что еще На каждой На каждой На каждой Входные данные Вам придется создавать парсер Вот Парболт Первый этого не требовал Второй требует Опять-таки Из-за макровыражений Я сначала этого очень боялся Но потом Понял что это работает настолько быстро Что То Можно не обращать на это внимание Ну как бы Да Значит язык описания правил Все Примитивно Мы говорим Ага вот сопоставь эту строку Сопоставь этот символ Сопоставь эту строку Вот На самом деле Отрабатывает магия с имплиситами То есть как бы Правила Преобразовываются Мы сопоставим Мы смачили строки Символы строку Можем смачить Вне зависимости от кейса Так Синтактические предикаты Ну это некие символы Есть End of input Этот символ Вы обязательно захотите Поставить в конце Главного правила Потому что Без него может не сработать И тесты Если будете писать Добавляйте его в конце То есть если Есть несколько подходов К тестированию Вы можете Тестировать весь парсер целиком Как я это обычно делаю Можете тестировать по правилам Если хотите Тестировать каждое правило в отдельности Вам придется Заэкстендить ваш парсер И Добавлять ее И в конце каждого правила Потому что Пока парсер не встретит End of input Он будет думать Что Все не так уж плохо И будет вам выдавать Успешный Ну в общем Будет выдавать вам Сексес В качестве Да Выхода Any Сопоставляет любой символ Кроме AOE Вот Есть еще Any of None of Передается строка Передается Тоже сюда Тоже строка То есть Любой из этих Не один из этих Как то так Так Можно задавать RNG Вот В первом параболете Приходилось делать Очень часто Потому что Не было одного Очень классного Класса Ну Жить понятно Да Как в регулярках Не очень гибко Поэтому Появились Символиные Предикаты Чарп-предикаты Я думаю Из названия понятно То есть Сопоставлять все символы Цифра Цифра 1.9 Шестнадцатеричная Цифра Вот Можно объявить Свои собственные Вот Вот так Объявляется свой собственный У нас на входе символ Это лямбдочка Такая Мы говорим Что вот Пожалуйста нам пробел То есть Вы можете там Upper case Lower case Вот так Есть очень классная штука Я ее обозвал Accept И union Вообще Это больше похоже на субстракт Из теории множества В общем у нас есть некий набор символов И мы говорим Вот Все видимые символы Это по-моему все кроме пробела Без Слыша И без кавычки А здесь мы говорим Пожалуйста Альфа номерик Это у нас Матинские буквы Цифры И вот пожалуйста нижнее подчеркивание Мы хотим сделать идентификатор Ну это символ для идентификатора Да Ну вот Вообще этот код будет работать медленно Потом расскажу почему Так лучше не писать Так Правила 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 Есть Описываются грамматики при помощи правил Вот это простое правило Которое Будет сопоставить тысячу раз Следующее слово Коровы подряд Вот Есть Поддерживается range То есть Кто-нибудь знает что Вам ничего не напоминает Вот эти три буквы Нет? Слов никто не парфел Вот То есть Иногда нам необходимо Чтобы количество символов было От одного до трех строго И Там Плюс клини нас не устроит То есть нас не устроит Чтобы символов было один и более Вот Поэтому вот Существует range В первом парбоилде его не было Это очень классное нововведение Собственно Zero more One more Как Звезда клини плюс клини в регулярках То есть Один и более Одно и более вхождений Последовательных Или ноли более Последовательных вхождений Очень часто используется Zero more Для пробелов В большинстве грамматик То есть Либо пробел есть Либо пробелов нет Либо их много Либо много Либо один Вот И вот Например Безнаковое Целое число То есть один и более символов Вот Также есть Short hand Я не знаю как это Обходной путь А Сахар Для того Чтобы писать это проще Ну с сахаром Лучше не злоупотреблять Не Правда Лучше не злоупотреблять Это Последствия будут Как от регуляров Можно использовать Сепараторы Разделители То есть у нас есть Целые числа Мы их Разделяем запятыми Вот Что дальше Секвенс Секвенс Последовательность В общем там В различных сортах БНФ Она вообще никак не обозначается В смысле идет Правило Потом правило Потом через пробел Еще одно правило Здесь используется Цель Тильда То есть вы видите Да что у нас есть год Вот он вот тут вот Определен Месяц День Ну и значит мы рассматриваем Год У нас четыре Да я не использовал Нтаймс Потом объясню Почему его лучше не использовать Вот здесь Значит Месяц День Все понятно думаю Никаких проблем нет Есть правило Optional Это как Ой тут ошибочка у меня Вообще Как в ванумо То есть либо вхождение есть Либо его нет Вот очень часто Очень часто его использование Для ньюлайнов Я бы выделил Потому что у нас бывает Виндовые Юниксовые ньюлайны Вот Возврат калетки не всегда обязателен Упорядочный выбор Ну это как или В регулярках Вот есть даже похожий Значок Вот упорядоченный Здесь не просто так написано Дело в том что Вот пример Да мы Сопоставляем знак для числа Плюс или минус А вот например у нас Когда Ordered Choice Будет иметь Пример когда Ordered Choice Будет иметь Значение То есть Как работает парсер У нас есть Некий список Символов Он по каждому символу Последовательно ходит Если у нас С нашим правилом совпало Он идет дальше Если не совпало Он Используя Бэктрекинг Возвращается назад То есть У нас сравнивается Б Если у нас На вход подаем БС У нас сравнивается Б За ним идет Ага все окей Если у нас подается На вход БД Сравнивается Сопоставляется Б окей Он ожидает на вход С Ошибка валится Потому что он сюда Просто не попадет Вот Ну казалось бы Когда вам с этим Придется столкнуться Да С проблемами Ordered Choice Ну вот вам придется Столкнуться Если вы будете Сишечку парсить Если будете парсить Сишечку Вот ряд таких операторов Немножко грязно написанный Собственно парсер Встретит плюс Будет ожидать равно На плюс он не попадет И так далее Если он попадет на плюс Он будет ожидать что это плюс Конечный терминальный Он увидит дальше равно Ну откуда у вас здесь равно У вас в грамматике Не должно быть равно Эта проблема легко решается Вот таким вот образом То есть мы ожидаем плюс А потом мы ожидаем Или знак равенства Либо плюс Лиинкремента Либо минус Либо там равенство Либо минус тоже Для декремента Вот как-то так То есть придется вам Вот такие вот вещи делать Это собственно Проблема присущая Не только парбелл Вообще всем пегам Как бы это не очень проблема Это сделано для того Чтобы ваша грамматика Не была двухсмысленной Вот Что у нас тут дальше Запуск парсера Так создается парсер Уже было показано Объявляется правило Мочи мы в конце Главного правила EndOfInput Обязательно добавляйте Вы не забывайте про него Вот так парсер инстанцируется Выбираем Собственно Вот у нас есть парсер Мы выбираем правило Корневое rule Корневое root Вот То есть откуда у нас Корень идет И запускаем его Есть Так Об этом потом В общем Матч распарсится Матч не распарсится И Он вернет Просто там Суксес будет Суксес Суксес от юнита Здесь будет failure И написано Что не так Различные схемы доставки Присутствуют Если вы хотите То есть по умолчанию Он оборачивается в Instant ScalaUtilTry Если хотите Он будет оборачиваться В Option Если хотите в Viser Вот Он как бы Трай удобней Мне кажется Так Специально Да Для демки Для пустыти На хабаре был придуман Вот такой формат Но достаточно простой Здесь основные Проблемы рассматриваются Вот у нас есть То есть Это формат Для пар ключ Значения То есть Есть пар ключ Это валидный идентификатор Для большинства языков Начинается С С Символа Или нижнего подчеркивания И дальше просто Так Текст с цифрами Строки С экранированием Знак равенства между ними Ноли более пробелов тут Ноли более пробелов тут Вот видите Да Соответственно В качестве values У нас вот Только строки Можно было бы добавить Какие-нибудь int и boolean Но это бы сильно было Усложнило формат Вот И теперь интерактив Ребята Вам показать готовый код Или мы походим немножко Походим Ну А еще Походим Походим Ну Давайте Идеи у нас Присутствуют Давайте начнем Наверное Вот что здесь На ваш взгляд Представляет Сейчас верну Бикини Ну Вот этот вот формат Что здесь представляет Наибольшую проблему Вот Что Вот из Информации Которую ранее дал Да Что Что из Представленного Распарсить будет сложнее всего Как вы думаете С чем вот Больше всего Проблема новичков У тех кто парсера не писал Да Есть блоки кстати Тоже рекурсивная структура данных Есть Строки С экранированием Предположение Ну Большинство На самом деле Проблемы вызывают строки с экранированием Поэтому мы с них начнем В написании парсеров как бы хорошо Чтобы они были модульными В случае с миграцией Это Причинит Трат неудобств Так Так Для начала наверное определим бэкслэш Хотя нет Вот так. Еще одно такое замечание сделаю, что об этом речь пойдет дальше, о том, что для первой парт-бойлда и для второго парт-бойлда разные класс paths. То есть первый парт-бойлд будет импортироваться вот так, второй вот так. В миграции это очень помогает. Можно держать две версии библиотеки рядышком. То есть мы начали со списка допустимых символов. Вот лично всем видно, наверное. Если что, могу сделать еще покрупнее, я слепой. Так. Внутри строки у нас допустимы печатные символы. Вроде как бы все. Ну да ладно. Теперь определим backslash, который будет у нас экранировать. Просто символ. Что у нас там еще экскейпится? Эфэскейпится обычно. Вот сюда мы перейдем. То есть backslash. Трифакторим его немножко, наверное. Чтобы он был backslash. Как строится экранирование? Как оно вообще выглядит? У нас есть открывающая кавычка. Или не кавычка, или некое подобие кавычки. Дальше идет у нас список допустимых символов. То есть то, что мы спокойно принимаем. А дальше идет символ экранирования и список недопустимых символов. Потому что парсер не может сразу обработать недопустимый символ там. Собственно, для чего было придумано экранирование? Для того, чтобы не иметь проблем с пробелами. Для того, чтобы не иметь проблем с непечатными символами. Поэтому я большой сторонник квотированных строк. Есть ряд языков, которые не любят квотированные строки. И у нас как бы пока на данном этапе все символы разрешены. Вот сейчас мы используем синтаксис для... синтаксис для чар-предиката. И мы, наверное, еще вычтем кавычку списка допустимых символов. Значит, смотрите, вот ему... Нет, разницы мы можем для этого дела использовать просто символ. Вот. Можно использовать строку. Как-то это так выглядит. Значит, сейчас я вам покажу сам класс, чар-предикат. Чтобы вы на него посмотрели. Он особо в документации не описан, но достаточно простой. Вот он. То есть, как бы нас интересует не кейс, не класс, а даже обжект. То есть, отсутствие символов, все символы нижний, верхний, алфавитные. Пожалуйста. В первом пробелде была целая библиотечка, которая делала то же самое. И таскалась из парсера в парсер. Так, отлично. С этим разобрались. Теперь объявим правила, скорее всего, для строки. Ах, да. То есть, у нас парсер... Наши трейты, модули, из которых мы будем собирать наш парсер, они должны быть некими наследниками парсера. Но поскольку парсер является абстрактным классом, он не является трейтом, поэтому заэкстендить мы его не можем. В первом парболде он экстендил все. И это было очень классно и удобно. Но сейчас, собственно, да. Так, так, тоже неплохо. На декомпозицию это особо не влияет. Так. Как вам больше нравится, бадди или контент? Пускай будет бадди. Вот мы представили квотированную строку. Ага, я знаю. Спасибо, идея. Как-то она так будет выглядеть. Собственно, самое интересное будет здесь. Определим. Если засыпаете, говорите. Я быстро покажу код, и мы закончим это сейчас. Сейчас. Так. И бадди. Пустой у нас может быть строка. Поэтому у нас zero омо allowed charge. Давай, подсказывай мне. Или. Давайте пока так. То есть, это правило нас сопоставит вход, посмотрит на список допустимых символов. У нас нету проблемных символов. У нас пробел есть, да. Но. Бэкслэш мы убрали. И кавычку мы убрали. Поэтому парсер спокойно. Отработает и увидит. Ну, он запоставит входные данные. Сейчас объясню, в чем дело. Значит, мы говорили о правилах. О неких правилах. Но правила бывают разные в парбойлте. Вот. Сейчас мы объявим правило как ru0. Что это правило означает? Это правило означает то, что у нас парсер будет смотреть на строку. ru0 примет, посмотрит, сопоставилось или нет, совпало ли с паттерном. А потом скажет. Так, чувак, это совпало, это success. Это не совпало, это failure. Вообще нам, как бы, это даже будет не парсер, это будет рекогнайзер, по большому счету. И для того, чтобы написать парсер, нам нужно данные извлекать. Извлекаются они на стек значений. И для этого у нас правило должны иметь тип ru1. и ему в качестве дженерика передастся параметр, что оно будет извлекать. Пока ru0, пока мы просто смотрим, сопоставилось или нет. И теперь, собственно, пойдем к эскиппингу. Вот. Это, наверное, так. То есть некая эскиппоследовательность, которая представляет собой слэш, да, символ для экранирования, и, собственно, неразрешенный символ. Да, мы тоже перейдем. Дев. Так. И... И здесь у нас будет пэкслэш. И за ним anyoff. Символы, которые должны быть эскипплены. Все нормально, все отлично. Скомпилируется. Вот. Понятно всем, да, как работает эскипп? Двойные дефисы. Двойные дефисы – это правило... Это как разность множеств. То есть представь, что весь набор твоих символов – это множество. Давайте вычитаем, да? Да, мы вычитаем из этого множества конкретные символы. В первом парбойлде этого не было, и приходилось прессать. Объявлялось множество символов, причем рейнджами объявлялось. И если на каком-то пространстве символов у нас там вычиталось два или три символа, это, допустим, если парсим все слуха, то у нас там квадратная скобочка закрывающая, по-моему, кавычка, приходилось замыкать правила с другой стороны. И приходилось писать очень много правил, то есть все, кроме того, что. Это было ужасно, поэтому... Кто видит весь налоговый дефис? А где у нас будет null pointer exception? Бэкслэш и бэкслэш. Мм? А его нет, да? Почему? Есть бэкслэш. Есть он. Где он, поэта? Вот. Идея бы показала. Тут она пока должна справиться. Можем проверить. Нормально все. Вот. Ну, я понимаю, что NPN будет в рантайме, но как бы в рантайме другое дело. Нам сейчас главное, чтобы скомпилировалось. Так, теперь подробнее о правилах. Значит, нам не нужна строка, которая просто, просто корректная. Поэтому нам нужно, чтобы у нас что-то из этой строки извлекалось. Например, строка. Вот. И сейчас у нас должно все упасть. Падай. Да, упала. Вот. Все как ожидалось. Здесь сообщение об ошибках очень маленькое и компактное. Это вам просто повезло. Нам повезло. Значит, для того, чтобы строка отправилась, чтобы она была извлечена, ее нужно захватить. Поэтому, наверное, где-то вот здесь мы сделаем захват. Вообще, можно захватить строку вот здесь, но как бы строчка слишком длинная. Вот так. Строчка захватывается, отправляется в Вальхаллу. Так, мы сохранились. Да. То есть, строчка была просто захвачена. Конечно, мы можем со строчкой сделать что-то особенное. У нас существует оператор для захвата, тот, который вам придется чаще всего использовать. И мы можем, например, сделать строчку к апперкейсу, привести. То есть, вот так даже. Вот. Мы можем захватить строчку и вернуть юнит, например. Можем ее просто напечатать. Да. Принт-алай у нас. Принт тоже пройдет. И тогда у нас, видите, ошибка будет. У нас будет ошибка, потому что, если мы добавляем принт в лямбду, у нас правило будет рул 0. Это такой классный механизм с лямбдами, придуманный мыльцевым Александром, который позволяет очень-очень-очень сильно упростить DSL. То есть, у нас всего один оператор, а в зависимости от того, что мы делаем с лямбдой, мы получаем различное поведение. Это круто. Поэтому мы ничего не будем делать со строкой. Нам того, что есть, достаточно. Так, всем все понятно? Да. То есть, у нас все есть понятие терминала, есть понятие не терминала. То есть, терминал это такой символ, это атомарный символ, который не определяется, не определяется другими символами. То есть, вот смотрите, у нас терминалом здесь будет бэкслэш, потому что его никак нельзя еще переопределить. Это тоже не терминал. Ну, как бы, ну, можно притвориться. Это тоже. Ну что, давайте парсер писать. То мы модульку парсеру написали. Вообще, модули можно по-разному создавать. Можно использовать композицию трейтов, подмешивать их. Можно, например, делать отдельные самостоятельные парсеры и импортировать один парсер внутри другого. Я трейту люблю. В Java нет трейтов, да? Вот. Импортов тоже нет. Так. Класс. Как его назвать? Как класс назовем с парсером? Да. Окей. Так. Импортируем пар бойл. Так. Ой. Ой, у нас ошибка. Что случилось? Вот, заметьте, пока идея еще подсказывает, пока она подсказывает правильно. Скоро я снесет крышу. Она хочет, чтобы, ну, как бы мне подсказывает, что я должен объявить input, без которого парсер не будет работать, иначе все будет очень плохо. Объявил input, все работает. Вот он темплейт нашего парсера. И начнем объявлять правила. С чего мы их начнем объявлять? А зачем это наш финальный парсер? А, миксить написанное ранее trade? Ну, можно. Как бы, это планировалось сделать чуть попозже, но можем, без проблем. Вес, код от стринг. О. Вот. Ну, мы можем даже создать главное правило, которое будет... Root. Root. Root1. String. Root. и как то так что сейчас дело объявил корневое правило и не добавил к нему зелу и прошу прощения а смысл такой что это парфер который работает на бэктрекинге и он он ожидает того что наше правило может с фейлиться что нас может ждать другое правило то есть он терминальный он говорит о том что чувак все вход закончился если у тебя что-то не совпало вались с ошибкой падай кричи а если ничего нет то все нормально вот это в этом его смысл и я его очень часто забывала платим за это а есть еще а есть еще вот видите штучка такая рул называется да ее тоже лучше не забывать в первом пар был заказалась ну она работала как бы без нее местами но эта штучка добавляет контекст для макросов и поэтому все операции с языком да вот такие как тильда то есть это мы увидели я не импортировал парбойл там я чарп-редикат работал ну поскольку чарп-редикат он сам по себе это класс от перегруженные методы а вот это тоже часть встроенного языка поэтому так давайте какой-нибудь тест добавим это не люблю писать юнитесты но с парсерами их нужно писать все время так коротко с что к мелко вот так нормально что-то он его не нашел так стенд фан спек с матчерс чтобы у нас было по-человечески все и пастя Круто, у нас походу с интернетом еще проблемы, оооо, точно покодим, так, она работает. Инпут, но у нас сделали плохо. Так, вот так, вот даже парфер рано подевался-то, вчера он там был. Да, кстати, зависимости вот такие. Тут я уже озаботился заранее. Да, скалотест, вот он. Скалотест что? А, мы сейчас посмотрим. Спасибо. 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 Попустите, у нас тест. по непонятным причинам да ладно черт с ним в общем он должен был был бы напечатать кстати да попробуем первый последний тест сегодня так но пока компилируется о отлично отработало сейчас увеличу почему вот вытащил строку то есть мы можем заставить его сфейлиться сфейлиться он у нас если мы допустим заберем кавычку на заберем кавычку так кавычки нет сейчас он напишет что у него фейлер он скажет где у него фейлер вот это классный механизм репортинга вот он смотрит и видит что фейлер парсерр позиция такая-то классно да у нас у нас ошибка сейчас мы уберем вот эту штуку как вы думаете чем быть напечатано ох я промазал фейлер ну да но все равно упал ладно тем больше тестов у нас не будет в обычный без ее имеется что не падать иногда так значит рут мы грохнем пойдем писать парсер так что у нас в том формате было у нас в том формате были пробелы вообще начинать люблю с пробелов ну да мне кажется что пусть показать готовый код на так ну хорошо готовый код так готовый код все никаких тормозов код у нас лежит вот тут значит сейчас покажу собственно код парсера парсер выглядит вот так здесь понятно мы объявили прадикаты для идентификатора который должен быть то есть для первого символа и для последующих имя для рутов и ноды потом объясню зачем пробелы тоже строкой пробел объявлен но мы являли в премиаларах опциональный пробел нью-лайн идентификатор ключ эти ключ захватываем захватываем ничего с ним не делаем потому что он как был строкой так и есть ключ состоит из идентификатора вот одно правило определяется другое значение это просто квотированная строка потому что подмешали трейд и он трейте выполняется захват поэтому у него видите правило рул один можно сделать ошибку сделать еще одно капча тогда будет ничего не будет работать описывается пара ключ значения то есть ключ может быть пробелы равно может быть пробелы значение и вот мы ее красивым образом извлекаем красивый сахар для изучения в кейс классы блоки блоки с блоком интересно видите здесь определение правила нам да она обязательно то есть мы определяем если будем сейчас определить рукой рекурсивную рекурсивно вложенную структуру и если мы не укажем здесь правило нашему партию просто крышу нашему пробуду просто крышу свернет он я сиди все покажет красным скажите я ничего не могу сделать вот укажите правило явно то есть мы пишем рекогнайдер распознаватель то здесь можно писать рул 0 если нас на что-то извлекаем рул один рул два рул н зависимости того что хотим имя блока вот она дальше определено то есть блок пробелы беги не на так скобочка круглая ноды завершение блока и вот на блок извлекаем вот соответствующий кейс класс ноды и root вот вот зачем нужно было вот эта вот штучка объясню значит можно руд представить как список нод но список нод это некрасиво поэтому решил представить так root как блочную ноду а у блочной ноды должно быть имя поэтому решил выбрать такое имя которое просто парсер в общем с таким именем никто не сможет создать ноду поэтому вот как-то так можно было там и назвать по-другому ну я выбрал так значит какие кисть классом это все дело изучая из извлекаем значит вот он класс для строки да я выделил вот эти константы в кейс обжект что не было сделано на сессии так это десельчик вот она нода кейс класс имя строковое значение строковое все являются наследниками ноды вот нода имплементит вот такой вот трейтик node access DSL просто мы можем получить готовое дерево с этим деревом мы ничего не сможем сделать потому что у нас есть дерево и все у нас никаких аксессоров нету для нод этого дерева и нам придется очень долго мучиться чтобы что-то излищить писать приблизительно вот такой вот код какой описан здесь то есть мы берем ищем все пары ключ значения вот он основу и мы делаем фильтр по имени мы ищем там блоковые блоковые ноды внутри то же самое просто нам придется кучу такого кода для того чтобы добраться до какой-то ноды поэтому хорошо бы сделать DSL чик прямо прямо на месте значит ну и быстро в завершении много уже с того что было рассказал F5 ну ладно производительность почему я использовал секвенс из правил потому что times работает медленно если там правил мало и это есть ищу посвященное этому на ищу трекере парбоил да можете посмотреть то есть пока лучше делать так можно сделать еще быстрее то есть мы напрямую лезем стек value стек value стек value стек это место где хранятся все наши правила вот то есть вот так вот посимвольно вот такие вот операции это будет работать еще быстрее вот собственно я открою секрет именно с такими оптимизациями парбоилт приближается к джейсоновским парсерам на использование предикатов есть символьные предикаты такие вот ну не как на но а вот такие вот как any инвертирующий предикат вот здесь показан пример инвертирующего предиката то есть они работают реально быстрее чем вот эти вот правила чем на но чем any of этот замечательно будет работать кусок кода бесконечно потому что предикаты они не не дают парсеру выполнить сделать какой-либо прогресс то есть они просто проверили сопоставилось а курсор который указывает на следующий символ не передвигается поэтому нам нужно чтобы у нас не было здесь лупа ну просто имейте ввиду да если будете работать с предикатами чтобы не был парсер не отрабатывал бесконечно нужно вот добавить какое-то правило которое будет двигать курсор дальше все как лучше делать писать юнит-тесты это сейчас писал юнит-тесты не написал маленькие правила декомпозиция на трейты есть такой оператор как push то есть он делает то же что и captcha но captcha как бы захватывает а push мы в наглую что-то засовываем на стэк значений и люди любят делать вот так они захватывают мы парсим логи у нас есть лог-левел мы парсим инфу warning error и можно это засовывать как строку а можно создать для этой цели кейс-класс это будет красиво быстро элегантно кейс-обжект и пихать кейс-обжект на стэк значений что еще ну вот можно можно вот таким вот страшным образом то есть понимаете что это лямбда это это кейс-класс был когда показывал такие короткие правила то есть можно делать вот так так не надо делать некрасиво но если к вашему кейс-классу определен компания нобжект вам придется делать приблизительно вот так поэтому если у вас есть кейс-класс для ноды лучше не делайте к нему компании тогда будет все хорошо именованные правила то есть вот вы видели да там рул был этому рулу можно дать имя в случае отчетов об ошибках это будет очень наглядно удобно миграция проблем не вызывает как я сказал про два различных класс пафа грамматику сложно при миграции сломать ее можно только уточнить с композицией проблемы были пришлось очень много переделывать и поскольку у меня был проект где у меня было очень много парсеров и все были разбиты на куски потому что я не люблю копипастить и мне пришлось выполнять миграцию с первого параболу до на второй просто для всех парсеров сразу то есть для нормальных если нормальный человек пишет парсеры то у него наверное парсеры будут какими-то атомарными вот соответственно один парсер поменял один работает на первом параболде второй работает на втором параболде отлично потом поменял второй а если все парсеры тесно перевязаны то придется менять все сразу не классно ну вот удалите вашу миграцию примитив если будете писать парсеры на параболде у нас обязательно будет вот недостатки ну то что это пех отсутствие лексера есть недостаток для некоторых случаев не умеет лево рекурсивные антеллор умеет например вот нет механизма восстановки от ошибок то есть если вы пишете иде пишите нечто похожее на иде то вам нужно чтобы парсер не падал с ошибкой нашел одну ошибку потом как-то восстановился нашел вторую, третью, четвертую здесь он упадет при виде первой то есть для иде не подойдет нету субподдержки для indentation based grammars ну это питон ну собственно это из-за отсутствия лексера у нас и у нас очень классное сообщение об ошибках то есть вот у нас станет компелялась у нас было маленькое сообщение об ошибках вот а вот чувак забыл тильду ему вывалилось вот это вот я еще не знаю как с этим работать еще кстати в качестве недостатка я скажу что идеи я не знаю как с пятнадцатой я вообще не пользуюсь вот но когда если пользоваться идеей клипсом или еще чем-то им будет очень хорошо сносить крышу ввиду того что они не поддерживают макросы вот пятнадцатая вроде как поддерживает но в общем суть такая что как бы иде видит один код а на самом деле за счет макро выражений там получается другой код и мы ожидаем как бы поведение другого кода типа тоже ожидают ну типа ожидают тоже те какие будут сделаны да на этапе макро подстановки или как это называется ну вот поэтому оно будет все красным то есть мы писали проект если мы его даже открыли по-человечески у нас все было бы красным вот как то так ну собственно все но там должна быть сессия с вопросами в конце спасибо что вы терпели вот вопросы скажи пожалуйста экономическое основание ну вообще где можно писать в практике много зачем для каких проектов ну вот смотри есть у тебя заказчик у нему нужно работать с логами что нужно с логами делать если ты хочешь что-то из логов извлечь их нужно распарсить ты можешь сделать регулярками ты можешь это сделать знаешь есть такая классная штука лакстэш короче лакстэш он тоже умеет их парсить он их там отправляет куда-то на хранение но и там есть такая штука java grog java grog это что-то типа языка поверх но там java grog это подобие там grog который сделан для лакстэша в общем это так это такой язык над регулярками который позволяет регулярки в общем блин как класс для css позволяет делать делать темплей создавать темплейты давать им имена и процессовывать в регулярки как-то так это упрощает работу но он тоже очень страшный внутри лежат регулярки это работает медленно вот логи это первый пример второй пример конфиги то есть у людей есть конфиги своих собственных у заказчика или еще у кого-то есть конфиг своего собственного формата вот или если мы пишем какой-то софт для девопсинга вот у нас был софт для девопсов у нас было были конфиги там для всего чего можно и нужно там распарсить аппатч инжинкс другие аппликейшн сервера не взять аппликейшн сервера конфиги rc слога и очень много вот таких дублирующихся элементов как квотированные строки например там или цифры и числа еще что-то вот где в продакшене это нужно так что я бы не сказал что нет никакого писать и деф продакшене как бы да а вот вот собственно для идеи он не подойдет а для таких задач он подойдет классно можно на сравнение ой так вот на этот по-моему предыдущих сейчас совсем предыдущих не там а вот вот этот да ну смотри ты вот вот когда ты запускаешь первый раз допустим идею да она написана джави она запускается медленно да вообще запускаешь какой-то кусок кода на джави вначале он работает медленно потому что в gvm есть такая штука как интерпретатор то есть сначала код не компилируется джитом он сначала запускается на интерпретацию он отрабатывает медленно а потом горячие куски джит оптимизирует он начинает работать быстрее поэтому вормап это пока мы на интерпретаторе сидим вот как то так а вот парсинг это когда уже все прогрелось то есть когда прогрелось джит скомпилировал и у нас там выполняется вполне себе то есть как то так еще вопросы а перфоманс вот это да я возможно пропустил какое-то объяснение просто находится просто внизу этого списка и показывает первый пар болт нет вот второе то что выше оно не обладает какими-то функциями которые есть что 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 я то есть органавт вот этот вот органавт органавт это штука которая парсит джейсон парсит его хорошо это выше но парсит джейсон это это только парсит джейсон а пар болт он но это как бы библиотека вы можете написать джейсон парсер там есть и замечательные примеры на страничке и написать вот взять готовый парсер да как то так то есть эти штуки парсит джейсон и делают это хорошо да хорошо спасибо только его еще вопросы ребят еще вопросы все усмотрим наверное нет вопросов спасибо большое паше тебя ждет вот такой вот замечательный подарок для спикера спасибо ребята мы приглашаем вас выступать пишите мне мы обязательно сделаем ивент именно для вас спасибо 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 Продолжение следует...